Спасибо, друзья, что собрались. В Сакраменто всегда очень много есть мероприятий, куда можно пойти, и я знаю, что именно сейчас есть два-три места, где очень интересно видеть каждому из нас, но вы посетили время для того, чтобы встретиться с братом Андреасом. И что мне хочется сказать. В римлянам, в 11 главе, в 36 стихе апостол Павел пишет, что все, он говорит о Боге, не о Андреасе, он не говорит о кем-то, о каком-то из нас. Им, то есть из него, от Бога, им и к нему. Без всякого преувеличения, зная, как готовилась эта встреча, зная, как Андреас еще три года назад хотел быть здесь и из-за локдауна этого было невозможно сделать, сегодня эта встреча состоялась. Состоялась она, но при участии многих заинтересованных друзей. Здесь и Яновский Сергея Вильяновича, жена Жана, которые пригласили его от этих океанского объединения провести семинары с музыкальным служением и с воскресной школой. Здесь и Таисия Васильевна, которая много приложила усилия, она как раз организатор этой библиотеки, которая растет не по дням, а по часам. Смотрите, уже столько этих книг, которые не умещаются на полках. Я помню, когда эта библиотека уютилась в маленькой комнатке и ее усилиями и благословением Божьим, тоже она получила это помещение, но она растет и, надеемся, когда-то будет постоянное помещение и будет достаточно и литературы, и людей, интересующихся чтением. Ну, есть еще много составляющих, которые невозможно все проследить, но один момент я хотел бы подчеркнуть и хотел бы с него наосять. Таисия Васильевна очень ценит служителей, пасторов, которые при всей своей загруженности церковной нагрузкой все-таки находили возможность приходить еще в тот маленький комнатку, а потом среди Абраменко Михаил и вот Александр Шевченко и другие. Сегодня я вижу здесь не меньше четырех пасторов. И вместо того, чтобы молиться, скажем, одному, я бы хотел, чтобы и Сергей Викторович, и брат Леонид, и сам Андреас, он не только писатель, он не только редактор, он не только человек, который с огромнейшим, широчайшим кругозором. Он пастор церкви в Германии. Поэтому я бы хотел брать, если не будем возражать, и подойти сюда, помолиться и об этом вечере, и о том, чтобы этот культурный центр был действительно духовным центром, в котором бы люди общались, находили бы свои... Может быть, я кого-то не знаю, я не знаю, может быть, еще кто-то есть, служители. Ну, можно спать, пожалуйста. А, я помню. Да, я вам не секрет. Наш дорогой Небесный Отец, мы предполним благодарность Тебе, что Ты не отнял от нас благодать и благослови Твоей. Благодарим Тебя, Господь, за всех братьев, сестер, живущих в этом городе, Господь. Здесь много церквей Ты благословляешь. Мы благодарим Тебя, Господи. Ну, это тревожное время. Мы испоминаем наших братьев и всех в Украине, Господь. За них молимся. Просит милости Твоей помощи, поддержки. Благослови. И на сложные условия, в таких тяжелых обстоятельствах благослови их труд и служения. Благодарим Тебя, что ты подарил нам в этом общении. Встречу с братом Адриасом. Благодарим Тебя, Господь. Мы что-то знаем о Нем, что-то читали Его творчество. Ну, верим, что это общение подарит нам еще много хороших впечатлений. И что-то полезное извлечь мы сможем в этой встрече. Благослови брата, Господь. Благослови его семью. Благослови церковь, где он трудится. Восполни его отсутствие там. По всем милости благословения. Мы благодарим Тебя, что мы можем в этом уютном помещении сделать. Благослови, Господь, всех, кто трудится в этой библиотеке. Я впервые здесь, но я пишу благословение Твое. И за все благодарю Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за милость и благословение Твоей наш Бог. Аминь. Наш милующий Отец Небесный, Творец Миров, Создатель всей Вселенной. Мы благодарим Тебя за то, что с высоты Твоего Небес, Твоего престола, Ты видишь нас, людей, и Ты, Господь, щедрый и милостью к нам, Ты нас благословляешь, слава Тебе. Мы признательны и благодарны Тебе за Твои милости и Твоё благословение. Благодарим Тебя и за этот день, который Ты сотворил в нашей жизни. В этом дне мы имели много активности, и вот сейчас мы сконцентрировались в этом зале, в этом помещении, для того, чтобы и здесь было прославлено Твоё имя. Мы, Господь, благодарим Тебя за это помещение, этой библиотеки, которая есть в нашем городе, за то, что через это творчество, через эти книги, которые хранятся здесь, народ имеет просвещение, Господь. Эти книги, когда люди читают, они зовут к доброму, вечному, к неприходящему, слава Тебе за это. Мы благодарим Тебя за эту чудесную встречу, которую подарил нам с Андреасом. Благодарим Тебя, Господь, за Его незаурядный талант, за то, что Он так всесторонне одарён Тобой, Господь, и Он этими дарами служит и народу, и в Церкви, и обществу, комьюнити, Господь. Слава Тебе за это. Мы благодарим Тебя за эту чудесную встречу с Ним, устроив эту встречу, будь возвеличен и прославлен, через наши воспоминания, через наши отзывы, через то добро, которое Ты сеешь в наших сердцах. Отец и мой Дух Святой. Аминь. Аминь. Отец наш, небесный Отец, спаситель нашего Господа Иисуса Христа, благодарим Тебя за то, что Ты всё во всём, Ты над всем, Ты единый Бог, который управляешь и сердцами, и временами, и народами. Я благодарю Тебя за то, что Ты благословил нас и послал этот вечер, за то, что Ты подготовил его при участии многих присутствующих здесь и тех, которых здесь нет, но которые также участвовали в том, чтобы этот вечер состоялся. Я благодарю Тебя за то, что желание Андреаса посетить этот культурный центр, в эту библиотеку, и сбылось три года назад. Он имел возможность только послать видео поздравления с началом выпуска Духовного Альманаха «Новые времена». Сегодня он здесь, он видит многих авторов этого Альманаха, и мы видим его. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты положил ему на сердце при всей нагрузке, собрать свои воспоминания в книгу, которую он назвал «Солдаты». Она отражает ух не только его. Многие, кто прошел через службу в армии, особенно верующие люди, верующие братья, узнают себя, свой путь, узнают многие моменты, которые были родственны им. Сегодня мы хотим, Господь, в простоте и искренности, в присутствии Твоем услышать Андреаса, слышать историю, как он пришел к тому, чтобы написать, и то, как Ты вел его, потому что эта книга увидела свет, и читать, чтобы я смог бы познакомиться с этой книгой. Благослови Господь нас, Своим присутствием, и пусть для каждого из нас будет явным Твое благословение. Во имя Иисуса Христа прозвать Тебя. Аминь. Я поклоняюсь Тебе, наш Бог, и преклоняюсь перед Твоим величием, перед Твоей фантазией, перед Твоей любовью. Благодарю Тебя за то, что Ты каждого из нас наделил какими-то талантами, и за то, что Ты открылся нам, как вечный Бог, сотворивший небо и землю и всю Вселенную. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты съединяешь нас, и мы чувствуем себя родством к Твоим, Господь, когда мы радуемся при виде друг друга, когда мы искренне можем пожать друг другу руки, и когда наше общение может стать поистине наслаждением для нас и духовным, и интеллектуальным, что Ты находишься среди нас, мы верим, Господь, и желаем одного, чтобы имя Твое было прославлено, и для нас, Господи, была от всего этого польза. Благослови нас, молим Тебе, во имя Твое. Аминь. Аминь. Спасибо. Садитесь, пожалуйста, рассаживайтесь поудобнее. Спасибо, что Вы здесь. Спасибо, пасторы, за Вашу молитву благословения. Я верю, что Господь ее принял. Мне хочется от Вашего имени подарить этот букетик скромный Таисе Васильевне. Таисе Васильевне, Вы человек незаурядный. Да, пожалуйста. Спасибо. Я Вам, пожалуйста, одарите. Да, Вы нам подарили уже три выпуска «Новое времена». Восемь «Альманахова литературная Америка», девятый на выходе. Поэтому, пожалуйста, Вам слово «Приветствия». Ну, я не за спиной тогда, ладно. Хочу посмотреть на Ваши вики. Вот. Спасибо Вам большое. Просто нижайший поклон за то, что Вы нашли дорогу к нашему скромному дому. Здесь много любви, здесь много ожиданий, здесь много желаний, поддержая друг друга. И Вы это почувствуете. Чем чаще Вы будете к нам сюда приходить, тем больше Вам захочется здесь оставаться. Потому что у нас единственная, можно сказать, в городе, и даже в США библиотека такого рода, я называю это межкультурным пространством. Здесь могут найти себе вдохновение люди, которые говорят абсолютно на разных языках. Они могут говорить по-русски, они могут говорить по-украински, по-армянски, по-английски. И все-все-все находят дорогу к сердцу друг друга. Я благодарна Андреасу за то, что наконец-то мы его дождали, что он принял наше приглашение. Потому что встреча с авторами тоже наполняет нас новой энергией, силой. А наше желание, чтобы писатели получали поддержку. Они могут получать только от Вас, дорогие читатели. Потому что не будет Вас. И кому они будут нужны? Наши самые лучшие писатели. Пожалуйста, поблагодарим Андреасу, поблагодарим всех, кто у нас здесь есть. Владимир Мысин. Кто еще у нас на шахте живет? Да, да. Благодарим Вас всех. И Ждем. Да. И Виктор Иотко. И Лёня Шатуллин. Лёня Шатуллин. Леонид Лёня. Для Вас, Лёня, для меня как минимум Лёня. Да. Да. Я тоже в лице. Видите, как интересно. Я в лицо как-то мало всех знаю. Потому что на фотографии, как они в жизни немножко другие. В жизни лучше. Всё. Спасибо Вам большое. Спасибо просто. Правда. Сегодня праздник настоящий. Праздник сердца. Спасибо вам большое. Всех раз. Всех раз. Создушаем приветствие Маргульского. Да. И. Добрый день или добрый вечер или доброе утро. Сокременца. С вами Михаил Маргулис. Это я. Ну, причина моего приветствия к Вам в том, что у Вас произошло значительное культурное событие. У Вас вышел альманах под названием «Времена». Знаете, в наше время, когда интернет заполняет все нужные и ненужные места в жизни, выпуск книги, выпуск альманаха – это равносильно подвигу. Ну, я думаю, вот есть такое, знаете, популярное выражение, что путь сердца мужчины лежит через желудок. Ну, это, так сказать, условно. А я говорю, путь к разуму человека лежит через книгу. Поэтому выпуск альманаха «Времена», и вот вы, авторы этого альманаха, собрались вместе, это, ну, просто, не просто событие, а это, как я уже говорил, подвиг во имя литературы, во имя разума человеческого. Потому что даже в Слове Божьем в Библии записано «Изучайте Писание». Писание – это, конечно, Библия, но также Писание – все достойные книги, которые говорят о жизни, о Боге, о человеке, о наших сердечных тайнах, о нашей любви, о нашем терпении, о наших мечтах. И вот я, Михаил Маргулис, вот вы видите эти книги, это мною изданы давно, еще там лет 10 тому назад, если не больше, и сейчас мы продолжаем издавать. Мы присоединяемся, все вот эти книги присоединяются к моему поздравлению. Я хочу также отметить роль, вот, как бы, Дон Кихота, если можно так сказать, литературы Таисии Суворовой, благодаря которой, я не знаю, всех людей, которые способствовали выпуску этого альманаха, но она, я знаю, действительно была, как полководец Суворов в этом проекте. Таисия, и все вы, дорогие мои авторы и читатели, я сердечно поздравляю вас и благословляю вас с выпуском этого альманаха. Это, я бы вам показал этот альманах сейчас, но у меня один экземпляр, а у меня берут по очереди читать его. Так что вы не даром выпустили его, вы выпустили его для чтения, для людей, что очень важно в наше нелегкое время. Будьте благословены, будьте счастливы и выпускайте побольше, побольше таких альманахов, которые рассказывают о нас с вами. Всего доброго, храни вас Бог! Он, конечно, молодец, трудно найти кого-то, кто больше бы мог бы так сказать и о Таисии Васильевне, и о том вкладе, авторском вкладе и важности книги. К сожалению, Михаил Маргулис уже в мире ином, уже не с нами. Буквально за каких-то три года его нет, еще одного автора из наших нет, это Вера Кириченко. Но, слава Богу, что некоторые здесь, и мы благодарим за труд каждого. Пожалуйста, Нина. Мы упомянули авторов, которые были здесь у нас во временах, и еще Светлана Иотка подошла к Светлане. Я сразу же рада, Любочка Данчева уже мы упоминали. И теперь, почему-то много времени мы удивили этому книгу, а там Михаила Маргулиса, потому что как раз Андриаса, книга «Солдаты», небольшая часть ее, помещена здесь, в первом андмонахе. Поэтому мы так и хотели бы больше, чтобы познакомились с этим. Ну, а сейчас позвольте представить вам одного из авторов тоже, этого духовной лирики Алимонаха «Времена». Новые времена теперь. Почему новые времена? Потому что, оказалось, времена уже есть, и решили за новыми временами. Это тоже неплохо. Это никто и мой, как дорогой наш брат Владимир Сергеевич Моисин. Он не только председательный миссии «Слово красиво», не только композитор, писатель, но он еще и бар наш местный. Так что, послушаем его, пожалуйста. Что, я думаю, не подготовили, что вы поделитесь с нами. Да, в принципе, у меня гитара звонкая, голос тоже. Так что, ничего не надо. Нет, нет, просто так положено. Да, очень здорово. Так что, всех приветствую, очень рад. И давно не был здесь, и очень импрессed, как говорят. Таисия, будзиап, молодцы, просто очень рады за вас, что у вас тут такой импруф. Вот так здорово. Мы его немножко рассказали про будни ваши. Так что, слава Богу. Также рад, что нашли там маленький уголочек и вот в этом альманаке. Особенно хочу передать благодарность от семьи Михаила Даниловича Локтева. Мы знаем, что в прошлом году Михаил Данилович ушел в вечность, но он успел написать вот эту книгу свою, называется она «Река веры». И вот некоторые отрывочки из этой книги, они тоже пошпали вот этот альманак. Хорошо, примите сердечных благодатствах. Дело, Михаил Данилович, мы продолжаем. Я вот уже шесть лет там исполнительным директором работаю. Слава Богу, Господь ведет нас с вами путем. Много доброго, то есть я не буду зависеть и рассказывать. Так что. Ну, у нас здесь как бы музыкальная встреча, вечер. Ну, я хочу спеть песню, такую фирменную, сакраменскую. Автор, наш дорогой брат Леонид, не пряшли. Вот. Ну, а музыку я написал, по милости Господи. Ну, а песня эта, вот эта вот, она как бы на злобу дня, про наши любимые гаджетики, без которых мы, ну, как бы, уже, не только мы, уже смотришь там, второй, третий класс, детишки, все бегают там. Ну, такая песня, называется, называется она «Давайте оторвемся». И когда я говорю «Давайте оторвемся», молодежь сразу, знаете, воспринимаю «О!» Это, говорит, подходит. Но потом говорит «Давайте оторвемся от экрана». Ну, там, уже чуть-чуть. Ну, в общем, но песня, в самом деле, именно на новые времена. Давайте оторвемся от экрана и за чайком беседу поведем. Общаемся мы чаще, как ни странно, не с глазу глаз, а через стекло. Общаемся мы чаще, как ни странно, не с глазу глаз, а через стекло. Увлечены, как маленькие пеки, игрушками и играми подчаса. Мы с головою погрузились в сети. Мы с головою погрузились в сети. Или интернет набросился на нас. Так хорошо, когда поем мы вместе. Когда библейский вдохновляет зло. Мы делимся евангельской вестию. И верим, что вообще не с нами Бог. Мы делимся евангельской вестию. И верим, что вообще не с нами Бог. Давайте оторвемся от экрана. Пусть суета на задний план уйдет. С надеждой, что Христос сегодня с нами В сердечную беседу поведет. С надеждой, что Христос сегодня с нами В сердечную беседу поведет. Давайте оторвемся от экрана. Давайте оторвемся от экрана. Спасибо. Спасибо, что нашлось местечко для моих. Парышку рассказал. Пусть Богу, и будем ждать новых достижений в работе. Рады, что вы, Парисман Владимирович Сергеевич. У нас здесь не только более матюрые люди, такие опыты у нас еще молодежь, которая оторвалась от экрана. Видела шенчатка одна из них. Я подготовила одну песню, стих, еще одну песню. Научи меня, мой Господь, во всем Волю исполнять лишь Твою, Чтобы мне по слову Твоему доказать, Что Тебя я спаситель люблю. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой, Научи меня за Тобой идти в край желаной дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой, Научи меня за Тобой идти в край желаной дорогой. Научи меня в грешном мире жить, Чтоб свет Твой сиял во мне, Где не может скрыться город большой, Стоя на высоком холме. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой, Научи меня за Тобой идти в край желаной дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой, Научи меня за Тобой идти в край желаной дорогой. Научи меня жизнь свою прожить, Чтоб в конце услышать её, Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой, Научи меня за Тобой идти в край желаной дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой, Научи меня за Тобой идти в край желаной дорогой. Тобой идти в край желаной дорогой. Насколько тв use都 любовь, Научи меня за Тобой идти из неба. Пожалуйста, Сергей Вильямович, вам короткое слово приветствия и благодарности. Мы вам благодарим. Рады приветствовать вас в нашей русской библиотеке. Мы здесь находимся впервые. Но, тем не менее, я хочу сказать несколько слов о том чувстве, которое меня сейчас посещает. Вы знаете, вот я вас также, Таисия Васильевна, приветствую вас. Вы знаете, вы находитесь, я нахожусь в этом царстве книг. И вы как царица здесь в этом царстве. Но знаете, почему это царство книг существует? Потому что есть книга книг. Благодаря этой книге книг, она царится среди этих книг, Бог вдохновлял людей хорошими мыслями, хорошими статьями, повестями и всем остальным, что тут есть. И они благодаря вот этому контакту со всемишним вдохновителем, авторе этого такого сильного творчества. Поэтому, дорогие друзья, welcome в царство книг. Ну и еще, конечно, меня впечатлил местный бард. Я думаю, у тебя, наверное, специальная такая форма, да? Не перепутывайся. Задали, что музыкальный вечер, но думаю, надо же как-то... Спасибо за присутствие. С понапростостью быть. Очень впечатляет то, что дети среди нас. Очень хорошо. Вы знаете, тот дух вот этого царства, когда он посещает и принадлежит сердцам наших детей, у этого всего есть будущее. Они примут от нас. Ну и, конечно же, за Андреаса. Когда я услышал о том, что он в Казахстане подготовил семинар для служителей музыкальных на тему формы духовной музыки, мне это очень сильно зацепило. Ну, вообще, хочу сказать, что это Богом одаренный человек, брат наш. Он, Господь, ему такой всесторонний талант дал. Ну, вот послушайте его как блогера в интернете. Я когда слушаю их интервью с Маргаритой Коломийцевой, каждая фраза – это тезис. Я его два раза прослушаю. Спасибо. Вот. И, кроме того, что он интернетом владеет мастерски, он и души-пописчитель, и пастор, и музыкант. У него не заурядные музыкальные способности, он хорист, и имеет образование, закончен музыкальную школу. И, как пастор, он имеет очень правильные взгляды на, как он выражается, любит, мне кажется, у него это такое любимое выражение, или слово «злободневная тема дня». Я в интернете не раз, но «злободневные темы дня», он говорит. И он тоже в нашем музыкальном служении выразился на одну из «злободневных тем» дня. Спасибо. Поэтому он взялся. Я, когда возникла идея пригласить его для наших музыкальных служителей Сакрамента, нашего Тихоокеанского объединения, поделился с Жанной, с моей супругой, и говорит, ты знаешь, я же, кроме того, что он музыкант, пастор, он и отец. Давай-ка на свою конференцию музыкальную директоров и учителей воскресных школ. Вот так вот получилось, что мы договорились с ней, каждый из нас организовали в своем отделе вот эти конференции. Я в пятницу, мы провели конференцию музыкального отдела, а сегодня прошла конференция учителей воскресных школ. Поэтому, Андреас, спасибо тебе, что ты откликнулся, спасибо тебе, что ты был очень наполнен божественной мудростью, очень плодотворен и эффективен был в том, что мы сейчас переживаем, и ко мне подходили многие дирижеры. Спасибо вам за то, что организовали такую конференцию, и особенно за спикера. Благодарим. Спасибо. Поэтому прошу вас принять сегодня его и приветствовать его, и автора книги. Кстати, я очень доволен тем, что я вхожу в ваше число читателей. Я тоже прочитал эту книгу, мы с Жаней читали ее, она у нас в электронном варианте звучала днями. Мы что-то делали, и книга звучит, и мы ее слушаем. Поэтому мы сегодня вместе с вами, эта книга нас соединила, и слава Богу за то, что Господь подарил нам вас, что вы среди нас, и через вас Господь говорит и делает свою работу на его погранном мире. И вас. Спасибо. Я могу добавить, что вы еще и можете быть учителем и директором воскресной школы. Потому что после сегодняшней конференции очень многие люди подошли и говорят, что очень было теплое такое семинар, очень интересный, каждого сердца коснулось, и даже слезы появлялись во время семинара, и было очень интересно, прекрасно. Так что спасибо большое, благословение вам. Я очень волновался, переживал, кстати. Это волнение перешло до всех остальных, это бы хорошо. Спасибо вам, спасибо. Спасибо. Итак, дорогие друзья, кто позже подошли, позвольте представить вам нашего дорогого гостя, удивительно, неблагодаренно отдаленного человека, о котором говорят в музыкальном мире человек-оркестр. Он не только любящий муж и заботливый отец, замечательный дедушка, он и пастор церкви в Биргенфельде, в Германии, которую с Божьей помощью ему удалось основать там. Также он и христианский журналист, основатель международной христианской газеты, которая уже 25 лет в этом году исполняется. Мы ее с удовольствием всегда читаем, замечательные статьи есть. И также он ведущий страничку в Ютьюбе, как вы слышали уже, и на Телеграм-канале, и еще живой журнал есть. Ну да, он уже так, отмирает, он уже переехал в Фейсбук, потом затих. Итак, мы рады вас приветствовать, слава Богу, что вы здесь приедете. Приветствую вас, дорогие коллеги. Спасибо за возможность обратиться к вам, участникам встречи авторов Альманаха времена. Не знаю, насколько случайно, да и случайно ли вообще, но я тоже сподобился стать одним из тех, кого опубликовало это достойное издание. Получив толстый журнал, так, кажется, посвященные люди называли подобные Альманахи. Так вот, получив этот толстый журнал, я с большим интересом его прочел, и с огромным удовольствием ознакомился с составом авторов, то есть с вами. И теперь, конечно же, рад поприветствовать вас, пусть даже и через океан. Ваша идея, без всякого сомнения, замечательная, по многим причинам. Потому что это сегодня сложно и дорого, это во-первых. Потому что мало кто сейчас читает вообще, не говоря уже о серьезных произведениях. Это во-вторых. Наконец, в-третьих, потому что то, что вы делаете, было, есть и всегда останется важнейшей миссией в обществе, в котором мы с вами живем. Словом, чрезвычайно рад оказаться в столь почетной компании. Спасибо. 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 Вам мне встать, да? Ну, можно сидим. Наверное, встану, чтобы мне вас видеть тоже. Кого-то я уже знаю, кого-то с кем-то. Надеюсь, познакомимся. Очень атмосферная здесь комнатка. И хозяюшка такая улыбчивая, симпатичная, добрая. Спасибо вам за приглашение. Очень рад общению. Еще раз благодарю Яновских, которые проделали огромную работу. Ну и во всем спектре достойных спикеров они выбрали меня. Вот, я, конечно, боялся и волновался, тем более, что сфера воскресной школы для меня совершенно новая. Она, конечно, под ведением церкви, но она как-то вот немножко на дистанции. Мы, пасторы, занимаемся обычно другими делами. Поэтому я очень волновался и рад, что есть все-таки добрый отзыв. Слава Богу. И я видел слезы на глазах людей, потому что видел аудиторию. И мне было очень легко, потому что чувствовалось отзыв душ. Чувствовалось вот это вот единство целей и наших желаний. То, что мы хотим достичь вообще своей жизнью, своим трудом. Поэтому мне было легко. Ну и ваши улыбки и глаза вот такие открытые. Они обо всем говорят. И это поддержка. Огромная. Контакт был очень хороший. Спасибо. Рад видеть моих друзей уже здесь, которых уже несколько лет знаю. Новых друзей. Светлана. Приветствую вас, коллега. Да, очень рад. Познакомился я еще раз. Второй раз уже с мужем. Да. Ну а с Виктором, конечно, мы знакомы уже давно. Очень рад. Ну, я не знаю, с чего начать. Что мне говорить вообще? Подумаешь, что можешь сказать, а у нас есть девочка, которая споет, и ты как раз уберешься с мыслями. Можно вопросы? Или можно с вопроса, да. С чего начать? Прежде всего, коль вечер, посвященный книге, хотелось бы знать вдохновение, причину. Все началось с упомянутого уже живого журнала. В 2009 году я открыл страницу... У кого-то телефон подключен. А, компьютер. А, компьютер, да? Значит, я открыл страницу в живом журнале. Тогда еще, по-моему, Фейсбука не было. Или он только начинался. Ну, вот это ЖЖ, так назывался этот ресурс. И там все начали открывать свои страницы. Ну, я думаю, ну, открою. Открыл и начал писать. И неожиданно он стал популярным. Я не знаю, почему так получилось. Но у меня к 2012 году было от 3,5 до 5 тысяч ежедневных посещений. И там были такие холивары, как это в интернете называется. Не нажись, а насмерть битвы. Да, мы, христиане, иногда умеем поспорить. И это вдохновляло людей. В общем, неожиданно. И вот там написал я первую свою главу из этой книги. А я ее назвал «Призыв». «Призыв в армию». И просто вот нахлынуло чего-то. Или кто-то в комментариях что-то спросил. Не помню причину, но... В общем, я небольшую главу написал, как я попал на призывную комиссию военкоманд. И это все описал. И вдруг такой интерес читателей вызвала эта короткая заметка статья. По сути, очерк короткий. Я написал вторую, потом третью. Потом написал рассказ «Баня». Первая баня в армии. Это событие. Кто-то читал, те знают. Вот эта холодная плитка, когда наверху температура под 100, а ноги мерзнут. Разбитые стекла. И кафель, как в морге. В общем, впечатляющая такая картина. Я написал рассказ «Баня». Он еще больше вызвал интереса. Ну и как-то вот это вдохновило меня. Я думаю, слушайте, почему не написать то, что я хорошо помню, в принципе. И начал главу за главой писать. Потом взял специально билет в 2015 году, я помню. Я взял билет и слетал в Нижний Тагил, где служил два года. Мне было тоже спустя 30 лет. Спустя 30 лет я походил по тем улицам, пришел к казарме, нашел свое окно, где я там жил два года. И походил по этим улицам с тем, чтобы оживить в памяти, чтобы написать вот описание этих улиц. Там в книге присутствует это. И, в общем-то, еще дальше продвинулся. Нашел некоторых однополчан своих, солдат, сослуживцев. Ну и задаем вопрос. Ну, вспомни чего-нибудь, что меня бы вдохновило на написание главы какой-нибудь. Он мне пишет один в ответ. Ну, что мы делали? Ходили в наряды, служили, все. Мне книга нужна, какие там служили, в наряды ходили. Что-нибудь вспомни такое интересное. Какой-нибудь случай за два года ничего нет, ничего не вспомнил. Ну, некоторые там чуть больше вспоминали. И вот таким образом эта книга родилась. Конечно, мне один журналист спросил, был ли у тебя страх. Ну, это распространенное явление у писателей. Страх перед пустой страницей. Когда ты новую главу открываешь, вот у тебя пустой лист на экране, и тебе надо что-то написать, начинать писать уже. Ну, конечно, был страх. И нужно было, чтобы две вещи сошлись. Это наличие времени и вдохновения. Когда есть время, нет вдохновения. Или когда вот прорывает что-то, поток мысли пошел, а времени нет. Вот когда они сходятся, наличие времени и вдохновения. Тогда продвигалась книга, я ее писал 10 лет, с переменным успехом. Вот так она родилась, неожиданно. И, в общем-то, неожиданно для меня, потому что она очень хорошо пошла, как мы издатели говорим. Она очень хорошо пошла. Я не ожидал этого. С таким названием, с такой обложкой, тем более. А вот люди ее оценили. Я уже говорил, что она заняла первое место в конкурсе Союза русскоязычных писателей Европы. Это светская организация. Она давно существует, еще после революции со времен первых иммигрантов, которые писали. И мне вдруг позвонили из Берлина, с этой организации, Союз русскоязычных писателей Европы. И говорят, мы слышали, что вышла ваша книга, вы можете прислать на конкурс. Вы будете последним, потому что завтра уже заканчивается прием работы. Ну, поскольку по Германии почта идет один день через ночь. То есть ты вечером посылаешь, на следующий день утром она уже на месте. То я успел в последний день запрыгнуть в последний вагон. И через три или четыре недели мне звонят, выговорят, заняли первое место. Причем это светские все писатели, маститые, как мы понимаем, представители божьего народа. И для них вот эта тематика вообще была новой. Я очень был удивлен. Мне приходит золотая статуэтка, которая стоит у меня на столе. Вот книга «Солдаты. Первое место. Грамота». Это для меня был показатель, ну, как бы оценка того, что все-таки она хоть на какой-то профессионализм претендует. Эта книга. И для меня, конечно, поощрение. За золотую статуэтку. Спасибо. Спасибо. Да. В общем-то, вот так родилась эта книга. И если есть еще какие-то вопросы, может быть, или как сделать, да, Володя. Есть вопрос. Вторая книга когда будет? Она в процессе. Да, я не скажу, как она называется. Я не говорю, потому что, ну, это интрига. Правильно, да. Кто-то напишет такое. Ну, да, кто-то сворует обязательно. Тем более мне нравится название. Оно такое, эксклюзивное. Не говорю никому. Вот именно мы рассчитываем на этот книг. Да, сто процентов. Позвольте задать вопрос еще. А когда начнется движение к Оскару? Мне кажется, что она... К Оскару. К Оскару. Это не смешно. Мне кажется, это совершенно кинематографичная вещь. Да. Я это слышу не первый раз. Такое? Да. Значит, мне писали из Москвы. До этих событий трагических, которые начались полтора года назад, мне написал сценарист Светский из Москвы. И я не знаю, как он... Может быть, через Facebook он как-то узнал, услышал об этой книге. И он мне пишет в Facebook, вы можете прислать текст, потому что заинтересовала эта книга. Я ему отправил, и потом вот это все началось. Начало договор, а потом текст. Ну да. И это все началось, и затихло пока что. Но у меня же другой случай. Я отдыхаю с женой в Турции позапрошлом году, и мне приходит имейл из Австрии. Какое-то издательство, я его знать не знаю, немецкое, естественно, европейское. Он мне пишет, глава этого издательства, главный редактор, что он услышал о моей книге. И спрашивает разрешение, можно ли ее перевести на немецкий язык и отпечатать для Европы. Но кто бы спорил, я не буду, да? Если вы так настаиваете, то я не против. Нет, я, конечно, дал согласие. Тем более, что он говорит, мы вам еще и гонорар заплатим. Пастор обычная церковная мышь такой бедный, да? А тут еще и гонорар. А перевод стоит очень дорого. Мне кажется, около 5000 евро они заплатили только за перевод переводчику. И мы заключили договор, и они перевели, достаточно хорошо перевели и издали, напечатали эту книгу. И в прошлом году есть такая знаменитая книжная ярмарка во Франкфурте, которая проходит вот уже более 50 лет. Со всего мира приезжает туда издательство и выставляются. Это огромный комплекс, 9 огромных боксов, залов, где выставляются издательства со всего мира. И это австрийское издательство выставило мою книгу туда. Я там был, меня приглашали. Это тоже один из шагов вперед, вот, к тому, чтобы она достигла своего читателя. И за это, слава богу, то же самое получилось с украинским вариантом. Я им сам написал в Украину, в издательство, которое издает книги на украинском языке. Но интересно получилось. Я пишу, у меня есть такая книга, не хотите ли вы ее перевести и издать на украинском языке? В ответ мне приходит договор с подписью главы этого издательства. То есть мне только расписаться. Они книгу не видели. Я говорю, слушайте, вы не хотите книгу почитать? Они говорят, нам достаточно, что ты ее написал. Для меня это был тоже такой знак, ну, поощрение такое, неожиданное. Ну, знак, прямо знак такой. То есть они ни одной главы ее не видели, но прислали договор, уже подписанный главой издательства. Они очень быстро перевели, и украинцы, читавшие этот вариант, оценили перевод. Это очень был хороший перевод. И когда началась война, пошли беженцы, меня пригласила церковь в Кёльне сказать проповедь. Я приезжаю в Кёльн, говорю проповедь, подходит вот такая маленькая женщина, седая, и говорит, можно с вами сфотографироваться? Я говорю, ну да, конечно, почему нет? Она говорит, а вы знаете, кто я? Я говорю, нет, я не знаю. Я редактировала украинский вариант вашей книги. Я говорю, ну, так это, мне с вами нужно фотографироваться. И мы сфотографировались, это было очень приятно, конечно. Конечно, это всё-таки подвижки, может быть, к сценарию, когда-нибудь это всё совершится. Но я тоже не без ложной скромности, потому что это всё не моё, это всё свыше. Я спокойно об этом говорю, моего тут нет ничего. Если бы он не дал, у меня бы ничего не было. Поэтому тут я спокойен совершенно, без всякой скромности. Я скажу, что я тоже вижу здесь сценарий фильма. Да, там, любовь, разделённая, неразделённая, интрига, и всё на свете. Там всё присутствует, да, для интриги, жанра и сценария хорошего. В общем-то, да. Ну, всё в руках его, поэтому вот так. Спасибо за вопрос. Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я ложусь и когда встаю, Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, И все пути мои известны тебе. Ещё нет слова на языке моём, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемнешь меня, И полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня видение твоё, Высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего, И от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Зайду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари, И переселюсь на краю моря. Но и там рука твоя Поведёт меня, и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, И свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, И ночь светла, как день, И как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои, И соткал меня у черепи матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, Дивны дела твои, И душа моя вполне сознаёт это. Не сокрыты были от тебя кости мои, Когда созидаем был тайне, Образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, В твоей книге записаны все дни для меня назначены, Когда ни одного из них ещё не было. Как возвышено помышление для меня, Твои, Боже, И как велико число их. Стану ли исчислять их, Но они многочисленнее о песках, Когда пробуждаюсь я всё ещё с тобой. Испытай меня, Боже, И узнай сердце моё, Испытай меня, И узнай помышления мои, И зри, Не на опасном ли я пути, И направь меня на путь вечный. Аминь. Аминь. Молодец. Молодцы. Для тех, кто читал, Кто слушал книгу «Солдаты», Вы помните этот момент, Когда Сергея попросили спеть Песню про маму. И мы попросим, Вообще писем, да, Но Сергей выбрал про маму. Пожалуйста, Если это был автор, И сможет спеть. Да, это было интересно. Представьте себе Молодой призыв, Там называли нас духами. Духи. Потому что вы летать должны, Говорят. Нельзя ходить пешком, На кровать на второй ярус, Нельзя подниматься, Нужно залетать туда И слетать оттуда. И вот мы лысые, Еще не отросшие волосы, С такими тонкими шеями, Из воротника торчит Такая тонюсенькая шея, Синяя, синего цвета, Потому что холодно на улице. В Нижнем Тагиле Очень холодно. Это был декабрь, А потом январь, февраль, И такие ветра, И сырость высокая, Влажность жуткая. Просто жуткий, Пробирает до костей. Вот эта синяя шея Торчит из воротника. И вот мы пришли в зал, В актовый зал, И там, значит, Ансамбль уже старослужащие, С расстегнутыми воротничками, Такие бляхи висят, С пупа свисают, Они уже выгоревшие, Форма, Когда она застиранная такая, Как джинсы такие добротные. А ты сидишь зеленая, У тебя форма зеленая, Еще ни разу не стиранная. На размера три больше. Я же говорю, Вот она торчит, Воротник аж здесь заканчивается. Вот она торчит, Эта шея. И вот ты сидишь лысый, Как старослужащие говорят, Еще пахнешь домашними пирожками. Еще от мамы не отвык. И они стоят там на сцене, И играют. Все в таком подъеме. Ну, 450-500 человек в зале сидит. И все получают удовольствие, Потому что вокально-инструментальный ансамбль играет. Это все-таки было тогда что-то с чем-то. И потом вдруг говорит замполит отряда нашего батальона. Ну, может быть, кто-то хочет проявить себя. Ну, все стесняются. А потом говорит, а может кто-то из молодых? А вот мы сидим такие, суслики вылитые из норки. Сидим, кто-то из молодых. А кто? Кто может играть? Ну, я говорю, я могу. Да не, ну ты что, баптиц, с ума сошел. Сиди, кто тебя пустит на сцену. И вдруг комбат, мы с ним беседовали. Вот в книге описано, наша первая беседа с ним. Он говорит, а пусть, пусть споет. Ну, представьте, для солдата мама это святое. Это настолько... Ну, это и понятно, потому что вот тоскуем мы по маме. Ну, у кого-то там уже девушка была к армии уже, там, любовь. Ну, мама-то на первом месте всегда. И вот мне Бог дал такую мысль. Из всех песен, я тогда очень любил музыку, массу всяких песен пел. И мне сразу мысль, спой про маму, потому что это будет выстрел в десятку сразу, на повал. Ну, а ко мне относились-то как? У нас там был один каратист из старослужащих. Стоим мы на разводе. Я стою в предпоследней шеренге, так стою. А соседняя рота, вот старослужащие. Он стоит, тоже такой маленький, ну, коренастый такой солдатик. И он поворачивался. Я прославился там из-за своего вот такого вероисповедания. И все меня знали. Стоим, а темно, 5.20, 6 утра развод, еще темно зимой. И он такой стоит, кто тут баптист, говорит. Ну, я поворачиваю, я говорю, я. И он мне ногой в плечо как дал, ну, каратист был. Ногой как дал в плечо сюда. Сапогом. А? Мы в валенках были, это зима была. В валенках как дал. Ну, и я пару человек захватил, еще смел там. Ну, а тут, представьте себе, вот настрой такой у людей. Меня зовут на сцену, иди спой. Если бы я спел там какую-то другую песню, любую другую нашу христианскую, она бы так не легла. А вот о маме, вот, и когда, ну, конечно, я вышел героем из этого актового зала, потому что вечером... Ты взял гитару? Я сидел с гитарой в роте уже, потому что пришли все старослужащие, принесли гитару, и вот пой. Я не знаю, сколько раз я эту песню спел вечером потом, да. И совершенно другое отношение. С сцениками с гитарой? Да, с гитарой, конечно. Они электрогитару мне дали. Ну, давай, попробуй. Я давно и не пел. И у меня травма пальца была, поэтому я так через раз играю. Мама, ты плачешь, чтобы я не видал, Слезы ты можешь сокрыть, Но ты не можешь сокрыть от меня То, что ты любишь меня. Мама, мама моя, лучше тебя в мире нет. Мамочка, добрая мама моя, знаю, что любишь меня. Вот такая песня. Ну, она как бы неоткровенно баптистская. Даже... Да, ну, это была бомба. Вот. Я получше пел, получше играл, чем сейчас, старческим голосом своим. И, конечно, это было удивительно, да. Вот через это Бог открыл двери. Совершенно исчезла агрессия. И когда меня перевели в другую часть, Они специально это сделали. Был политотдел, который работал как часики. Я вот сейчас осознаю, Насколько четко работала идеология в Советском Союзе. Они... Шаговостники дружеские. Ни в коем случае. Понимаете, когда... Ну, в любом коллективе так, да. Вот. Приходишь ты, допустим, На другой курс. В институте. Или из класса в класс. Помните, кто переживал такое? Ты новенький. Новенький – это клеймо, да. Это такой ермок. Сразу тебе прилепили ярлык. Ты новенький. Что происходит в армии? Представьте себе, что ты попадаешь в коллектив. У нас в роте было 115 человек, да. И попадают туда новенькие. Мало того, что ты новенький, ты еще и молодой дух. Да. И знаете как? Каждый распределяет свое место. Занимает свою нишу. Вот этого можно, как говорили, чморить. Этот постирает тебе портянки, А этого лучше не трогать, Потому что у него собственное достоинство. Потому что он может сдачи дать. И вот на протяжении трех месяцев первых Вот каждый свою ячейку занимает. И ты уже через три месяца более-менее себя чувствуешь спокойно. Конечно, тебя еще гнобят. Как они говорят, чморят. Но, по крайней мере, Ты уже доказал, что ты портянки стирать никому не будешь. Уже занял свою нишу. Они дожидаются этого времени И выдерживают тебя из этого коллектива, К которому ты уже успел привыкнуть. Уже появились новые друзья там все. И бросают в другой. Это система. Через три месяца меня бросают в другую часть, Совершенно новую, незнакомую, На другом конце города. И говорят, построили роту и говорят, Сегодня к вам привезут обезьяну, Которая верит в Бога. И сделайте так, чтобы у нее мозги заработали. Ну, это стройбат, да. Люди у нас служили, в общем-то, 15% тех, кто прошел в малолетнюю тюрьму. У нас вроде было. Это парни, которым мне было 18, А им было 25, 26, 27 лет. Которые малолетку прошли. Это вообще отморозки. Они вообще не разговаривали никогда. Только руками, кулаками. И они говорят, вот эту обезьяну привезут вам, Вы ему там мозги вправьте, пожалуйста. Вот представьте себе, какое отношение. Я захожу в роту. 115 человек на меня смотрят. Да? 230 глаз смотрят на меня. Это что за обезьяны? Ну, я захожу вот такой вот. Три месяца прослужил. Ну, вот там твоя кровать. Иди. Да? И наступает вечер. И когда мы идем на развод, Случайно, совершенно случайно, Идет казачонок рядом. Вот такой маленький, косолапый. И, наверное, это Бог. Ему приходит мысль спросить, Откуда я родом? Ты откуда? Я говорю, я из Казахстана. Да ладно. Ты земляк? Я говорю, да. Ну, землячество, это серьезная вещь. Ты земляк? Ну, земляк, я говорю. Выходит так. Да. Ну, с Павлодара, с Павлодара, все. А их была, в общем-то, Достаточно большая группа, Человек 20 в роте их было. И они, что называть, Неприкасаемые были в том плане, Что они друг за друга держались. И их нельзя было трогать. Они, хлопцы, были отчаянные. А этот, который меня спросил, Он как бы такой лидер был. Среди них. И когда мы возвращаемся в роту, А там... Они тоже молодые были. Да. Но дело в том, Что это был эксперимент Министерства обороны, Когда одна рота, один призыв. То есть не смешанные были. Дедов не было. Кроме сержантов, Командиров отделения. И взводных. Да. А потом мы год прослужили, И снова все перемешали. То есть мы уже стали как бы черпаками, Нам попроще было. И нам дали молодых. Ну вот такое тоже было. Они... Вся рота у нас молодые. И меня, узбеки, твои, Земляки, Зовут Сушилку. Сушилка это там, Где бушлаты сушатся после зимы. Там, как в автобусе, Такие эти вот поручни, Знаете, На всю длину комнаты, Два поручна, И к ним приварены крючки, На которых мы вешали бушлаты. Ну там жара такая, Там тепло всегда было. Так хорошо было. Тепло, тепло, вот. И Они меня туда заводят. Их там человек 10, Узбеков. И говорят, Ты кто такой? Значит, Ну им же дали задание Обезьяну воспитать. Они вот решили, Что они Как раз к этому призваны. Ну там, Я не узнаю, Я не успел ничего сказать толком. Вот он за эти поручни берется, Как в автобусе, Вот эта вот труба, да? Подтягивается И двумя ногами. Как? Даст мне. И я лечу в сторону двери. Дверь открывается, И забегает этот казачонок, Мой земляк. Меня ловит. Ставит И отводит вот так в сторону. И говорит, Так, мужики, Кто его тронет, Будет иметь дело с нами. Это наш земляк. Его не трогать. Понятно? Ну и те заднюю скорость включили. И вот я иду из этой сушилки, Иду по кубрику. Это называлось взлетка. У нас взлетная полоса, Когда все духи летали. Да? Взлетная. И вот я иду. Она правда была похожа на взлетную полосу. Я иду справа, слева кубрики двухъярусной кровати. И сидят вот эти товарищи, Которые прошли малолетку. Их было 9 человек из коми АССР Сыктывкара. Которые всю роту вот так держали. Это люди намного старше. Все-таки тебе 18, Им 25 все-таки, да? И тем более они малолетку прошли. А малолетняя тюрьма Отличается от взрослой своей жестокостью. У взрослых хотя бы уже мозги есть. А они же еще молодые. Они вообще беспредельщики. Им вообще... У нас паренек был, У него вот такие шрамы были на животе. Он себя вспорол. Потому что приехала матушка на свиданку. А его не пустили. Он был нарушителем каким-то. Он говорит, если вы матушки не отпустите, Я вскроюсь. Они говорят, да, ну, говори, что хочешь. Он берет нож и выпорол себе эти кишки. Вот такие шрамы были. То есть это люди отморозки. И вот они сидят. Одному из них пришел угол, Как они называют. Это посылка на нормальном языке. Угол пришел. Они сидят, этот угол дербанят между собой. Значит, разделяют. И говорят, эй, иди сюда. Иди сюда. Я думаю, с одной компанией в другую. Слава КПСС, что ты думаешь? Я подхожу к ним. И девять человек, они вместе держались. И такие крепкие хлопчики. Сыктывкарцы. А ты что, типа, против советской власти? Я говорю, ну-ка, против. Ну, как бы. Полужу? Ну, служу, да. Да не, братан, ты не бойся, не бойся. У нас, говорит, на малолетке тоже красный цвет не признавался. Говорит, носки мог только носить красные, что топчешь. Мне, говорит, матушка привезла теплый свитер красный. Теплый, хороший. Я говорю, забери его, носить не буду. Ты что, красный цвет? Меня засмеют. Носки привози красные. Ну, ты, типа, против? Я говорю, ну, типа, не знаю. Как сказать? А вот. Сушилку поделать. Да. Ну, и, короче, ну, ты садись. Садись, вот мы тут угол. Будешь, чай, все. Вот, пригласили, мы с ними поговорили. И у них оказалась тоже гитара. Ты умеешь? Я говорю, да, я умею. Я им спел пару песен. И вот этот встает на всю роту. Уже 115 лет. Кто-то подшивается. Личное время. Кто-то подшивается, кто-то там стирается. И он встает на этой взлетке. И говорит, так, внимание, рота. Все притихли. Ну, их все боялись. Они отморозки, правда. Вот это наш личный поп, он говорит. Кто его пальцы на... Если с его головы упадет хоть один волос, он будет иметь дело с нами. Вопросы есть, говорит. Подождал. Вопросов нет. Расслабьтесь, подшивайтесь дальше. И пошел все. И с тех пор я у них был личным попом. Душепопечителем. Я с ними очень много беседовал. И мы два года прослужили остаток. Мы расстались с друзьями. Мы расстались с друзьями. Это люди, которые такую защиту мне обеспечили. Никто не мог. Это никакой комсомольческий организатор. Вот это было чудом. Извлек, драгоценное, изничтожное. Да, изничтожное. Да, да. И удивительно. То есть против их авторитета никто не смел пикнуть. И вот именно Бог их использовал. Это удивительно было. Удивительная вещь. Да. Очень интересно. Перед тем, как Роман споет песню, спасибо, Роман, что ты с нами, я хочу сказать, что вот эта книга, которую написал Андреас, вообще в магазине продается по 35 долларов. Сегодня ради этого мероприятия со скидкой 20 долларов, если захотите оставить память, пока здесь автор еще оставит вам. Пожалуйста, поддержите этот труд, это служение, это ради объявления. Пожалуйста, Роман, в твое время, спасибо, что ты с нами. Пожалуйста, прошу прощения, это адрес, это я делинкал телефон. Во! Опять он. Я благодарен Господу и... Роман, а у... А вот я вытащил. Я благодарю Господу и благодарю Пётру, что позвонил и пригласил на эту встречу, на эту встречу. Я всегда люблю такие встречи. И нас слышен и Андреаса, и его книгах, и его творчестве. И не раз встречались мы на разных конференциях, в разных странах. Спасибо огромное, Андреас, за то, что ты идешь к Господу. И мне нравится то, что... Вот мой папа, он, когда пел, он старался донести до слушателя основную мысль. Он беседовал, смотря в газа. И я вот сейчас тоже просмотрел некоторое произведение, которое ты публикуешь в книгах. И мне нравится твой отбор, отбор произведений. Потому что каждое произведение, оно имеет вес. Я благодарен Богу, что Бог располагает сердце. Я прошу прощения, что я на «ты», на «зад». Да, почему, да? Чуть-чуть старше меня. Хотя я не такой старый, как я выгляжу. Вот. И я... Он молодцы. Да. Да, да, да. Вот. И было упомянуто такое слово о том, что ты писал что-то, какой-то, какой-то... Дёрст планинчика на вас за живой. Да? Живой. Я услышал. Интересно, чтобы... Я перебываю познакомиться с Маргаритой Коломинцевой. И мы с ней совместно провели вечер. И когда мы думали о том, как его назвать этот вечер, и я думаю, ну, давай какой-то... Наш Бог живой. Или же Его слово живое. И Маргарита говорит, а давай просто живой. И мы как сделали название вечера «Живой». И интересно то, что... В одно время я работал в автомедиксе. Это такой центр для старичков. Куда привозят днём, вечером вывозят. И я... Мой инопастер Николай Алексеевич сказал... Николай Алексеевич, пожалуйста, разместите эту рекламу в вашем центре. Пусть тоже старички придут на эту встречу. В творческую встречу. И Николай Алексеевич подошёл к секретару, секретарше говорит, куда можно разместить эту рекламу. А секретарше говорит, ну, там таскать для времени, пожалуйста, кто-то вешает, покажете. И он взял и разгрузил ту рекламу там. А там вешают объявления и людей, которые новые, людей, которые... Девчонки, и даже те, которые отошли в вечность. И вот на этой доске реклама. И стоят в бабульке и рассуждают, и говорят, ай-яй-яй, такой молодой, а он же сработал, а мы же его знаем. Ай-яй, такой молодой, ай-яй, как же так, как же, такой молодой. Думают, что меня уже похоронили. А другая по старушке подходит, что вы такое рассуждаете? Видите, написано «живой». А другая подходит и говорит, ну, живой-то живой, но в кавычках. Это действительно противная история. Короче, как в служебном романе, я понял. Да, и потом Дедуля подходит... Деньги собрали на похороны, да? И потом Дедуля подходит, что вы... Тут стоит и видите, написано «творческий вечер, живой». С участием, участием, карман и Маргарита. Вот, осторожно вот с этим словом, живой. И говорят о твоем творчестве, мне нравится, что ты подбираешь те произведения, которые имеют вес. И после встречи с Маргаритой Коломинцевой, моя мама написала, сразу после этого вечера, написала буквально за неделю 9 произведений на ее стихе. И одна из них я хочу спеть. И обычно перед этой пересей я говорю такое выступление. Когда мы идем на какой-то важный абонент или на какую-то важную встречу, то если за нас кто-то замолвает слово, тогда весь ход этого интервью и исход этой встречи может кардинально поменяться лишь только потому, что за меня кто-то замолвает слово. Вот точно так же, 2000 лет назад, на кресте колхоза за меня и за тебя было замолвано слава. Эта песня прекрасная, которая, она одна из моих, и не одна, а самая любимая песня на данный момент для меня, которая отражает мою сущность. Я не хочу, а бездорожью блуждать в безбожной В кишине Утронал мой защитник божьи Замолв и слава обо мне Устал я защищаться Ложью Пропитанной грехом стране Утронал мой защитник божьи Замолв и слава обо мне Мне мудрость мира Не поможет Пленум в завод Спасенья мне Утрона мой защитник божьи Замолвай слово обо мне. И гложет, напоминая о моей вине, У трона мой защитник Божий Замолвит слово обо мне. И слышу твой ответ сердечный, Как гром звучащий в тишине. Я на кресте уже навечно Замолвил слово обо мне. Я на кресте уже навечно Замолвил слово обо тебе. Замолвил слово обо мне. Ну, мама мой герой. Ростом она была метр сорок восемь. Маленькая, худенькая, щупленькая женщина, Осиротевшая в пять лет. Отец женился второй раз и мачеха была не самым добрым человеком. Жесткая очень судьба у нее была. И потом в тридцать седьмом, когда ей было девять, Отца забрали и больше она его не увидела. То есть она потом росла. И вот такая маленькая, хрупкая, но чрезвычайно стойкая женщина. В общем-то мне не положено было увольнение. Мне сразу сказали, поскольку ты не принимаешь военную присягу, Увольнительный и тем более отпуска домой тебе не будет. То есть это два года тюрьмы только в строю. Я два года проходил в сапогах, ни разу не надел ботинки. Единственный один раз, когда были выборы в Советском Союзе, Типа в демократию поиграли, позволили нам ботинки надеть. А так я два года был в сапогах и мне сказали, Увольнительный тебе не будет и отпуск тоже. И вот мама приезжает ко мне в армию с моим братишкой и сестренкой, Младшей братишкой, еще не служившей. И они заходят на КПП и говорят, Мы хотим с этим солдатом встретиться. А мы на работе стройбаджа. Всех баптистов, кто не принял присягу, Отправляли в строительные войска. Ну знаете, да, что это такое? Есть, говорит, десантура, есть пушкари, есть танкисты. А это отморозки, которым даже и оружие боятся давать в руки. Только лопату и лом. Ну это контингент еще тот. Ну мы на работе, в общем. И на стройке. И они заходят на КПП и говорят, Мы хотим увидеться с этим солдатом. Маленькая женщина, шаль такая у нее. Вот она, закутанная, холодно на улице. И когда комбат услышал, чья это мать, вот опять же Бог. Он говорит, немедленно ее ко мне в кабинет, эту женщину. Я хочу ее увидеть. Она идет через весь плац, огромная территория, через весь плац в офис этот военный. Заходит в штаб. Комбат. Проводит ее к комбату подполковнику Сенко. Очень, кстати говоря, интеллигентный такой офицер был. Очень приятно было с ним разговаривать. И они с ней проговорили достаточно долго. И он ей говорит, вашему сыну не положено увольнительное. Я даже по поводу вашего приезда не могу дать ему увольнительное. Но я вам сделаю подарок. Вы очень приятная женщина. Очень грамотная, так отвечающая мне на такие вопросы сложные. Вас мой водитель сейчас отвезет на стройку. И там есть вагончики, в которых солдаты переодеваются. Там тепло. Там стол есть. Вы можете там подарки свои, конфеты, печенье, что вы привезли. Вы можете общаться. Я дам команду, чтобы солдат побыл в течение всего рабочего дня. Это уже было время обеда. Пообщаться. Вам дадут такую возможность. Ну и представьте себе, что комбат, его уазик все знали. Это уазик был вычищен, нализан всегда, в любую погоду чистый. Он сиял весь, потому что это вот комбат. Он очень редко посещал строительные объекты, где роты работали. Ну а мы строили спортивный комплекс в Нижнем Тагиле. И вот командир роты видит, что с дороги съезжает комбатовский уазик. И вот по кочкам этой строительной площадки так аккуратненько, знаете, как кошка наступает, чтобы баллоны не замарать. Он же чистый этот уазик. Ну и поскольку он медленно едет, комбат кричит на всю стройку, рота строится. Значит, мы построились, все стоим. Ну я, понятное дело, ни сном, ни духом. Комбат едет и едет, ну, шухер. Мы все построились, стоим, командир роты такой, ну, такой человек лукавый такой. Он выслуживаться любил, капитан Ложенко. И, значит, рота смирно, он кричит или отделение там было, взвод не помню. И, значит, честь идет к этому, значит, уазику. Вдруг солдат-водитель выходит, ну, комбат сам выходит он в состоянии. Вдруг солдат первый выходит, водитель-сержант, открывает заднюю дверь. И оттуда такая ножка спускается, маленькая такая. И выходит вот такая женщина в шальке и смотрит. А тут, товарищ подполковник, и завис как компьютер. Не поймешь, что вообще такое. А я-то вижу, что это моя мама. А этот водитель говорит, товарищ капитан, это мать вот нашего солдата, вашего солдата, ее подполковник послал сюда, вы, пожалуйста, обеспечьте, чтобы они в вагончике провели весь день. И, пожалуйста, их не тревожьте. Да, конечно, конечно, конечно. Солдат, ты чего стоишь? Мать приема, ну ты что? Проходи, будь свободен. И вот они втроем, их втроем привезли, моего брата, сестру и маму. Они втроем и я. Мы зашли в вагончик и мы беседовали полдня, побыли в общении. Но потом за ними приехал опять же водитель и отвез их в гостиницу. В Нижнем Тагиле гостиницу бесполезно искать, только командировочные тогда были доступны. Комбат позвонил, сказал, я вам найду гостиницу, у вас мой водитель отвезет. И если что нужно, я в вашем распоряжении. Ну это невероятная вещь вообще. То есть кому родители приезжали, даже близко такого не было. А это диссидент какой-то, которого все должны были гнобить. Но представьте себе, сейчас я самую главную интригу расскажу в книге. Меня как-то спросили, что вы считаете вот эпицентром вот этой книги вашей. Это вот этот сюжет. Когда через 7-8 месяцев мне приходит телеграмма. Врач тут у нас есть. Приходит телеграмма, заверенная врачом, что мама при смерти. Она гипертоником была с возраста 28 лет. У нее рабочее давление 210-220 верхняя планка была. Это рабочая. Если 250, говорит, что-то голова болит. Ага. Ну вот такая. Она гипертоник с юности. 8 детей родила. 9 я родила. Одна девочка передо мной умерла. Там врачебная ошибка была. Но когда приходит телеграмма, заверенная врачом, это стопроцентный отпуск. То есть это по закону солдату положен отпуск. Попрощаться с мамой, с родителями. Если такое есть. И вдруг меня комбат подполковнику Сенко, он вызывает себе в кабинет. У него шикарный такой кабинет с мягкими коврами, дорожками. Ну-ка быстро комбат у тебя. Я захожу к нему по форме докладываю. Он садись. У него Т-образный стол такой. Он сам сидит так и так для совещания. Я сажусь сбоку здесь. А у него вот так вот лежит перед ним листок бумаги. Ну я вижу, что это телеграмма. Вижу, что телеграмма перед ним лежит. Садись. Я сел. Он так молча мне вот так по столу. У него скользкий этот полированный стол. Двигает эту телеграмму. На, читай. Ну я прочитал, все понял. Потому что мама, ну правда, у нее здоровье было никуда. Слабенькая, тем более маленькая такая. Ну я поднимаю глаза на него, он на меня смотрит. Ну я говорю, что-то надо сказать, наверное, уже. Он говорит, а что сказать? Я говорю, ну мне положен отпуск по закону. Он говорит, а ты вне закона? Ты же нарушил закон. Ты не принял военную присягу, значит ты вне закона. Да? Тебе положен отпуск 10 суток. Ты можешь ехать домой. Но после того, как ты примешь присягу. А я полтора года отслужил, мне осталось-то полгода. Он говорит, теперь настал мой день. Он говорит. Ты представляешь, мне уже можно, говорит, дырочку сверлить для новой педальки. Мне дадут ее за то, что я баптиста переубедил. И вот там политотдел сидит. Они меня поощрят за это. А это мой день, он говорит. И мы с ним беседовали очень долго. И туда и обратно все аргументы. Я говорю, у вас, ну как бы есть, вы же тоже сын. У вас сыновные чувства какие-то. Вы же можете меня понять? Ну да. Он говорит, я же тебя не держу. Тебе даже текст этой присяги не нужно читать. Мы тебе даем листок с текстом присяги. Ты просто ставишь за корючку свою, расписываешься. Иди утюж парадку и езжай домой на 10 суток. Пожалуйста, без проблем. Кому нужен твой подвиг, он говорит. Кто когда-нибудь вспомнит, что ты отказался от присяги? Кому это надо? У тебя, мать у меня, ты вообще нормальный? Завтра ты забудешь об этой присяге. Ты вернешься на гражданскую и забудешь эту страницу жизни, как сон тревожный. Все, и тебе не нужно будет никому объяснять, почему ты принял. Кому твой подвиг нужен? Это дешевка, которой ты можешь пожертвовать ради того, чтобы с родной матерью попрощаться. Ведь ты себе не простишь. На похороны я тебя отпущу, там я уже не имею права. Но ты поедешь на похороны, ты себе не простишь этого. И ты будешь всю жизнь каяться. И вот так вот мы говорили, общались очень долго. Я помню, что я не попал на обед, у меня голова так разболела. Потому что я голодный остался. Физически работаешь. И вот такая жуткая беседа. И знаете, чем она закончилась? Он говорит, иди и мучайся. Я тебе не отказал. Все в твоих руках. Иди и мучайся. И он говорит, в любое время дня и ночи, в любое время суток, ты звонишь в штаб с тумбочки и говоришь, что ты надумал, будет приказ внизу лежать. Я там в части, не в части, я дома, не дома. Все готово. Я дам приказ, что как только ты скажешь, что ты надумал, тебе подписывают необходимые бумаги и ты едешь. Но перед этим ты ставишь свою закорючку под присягой. Иди и мучайся. В любое время. Все в твоих руках. Ты свободен. И вот я пошел. Ну, представьте, остаюсь шесть месяцев служить. Уже полтора года позади. И вот такое борение. И не с кем посоветоваться. Айфона нет. СМСку некому написать. Ты один. Вот ты один и Бог. Больше никого нет. Ни одного верующего вокруг. С кем посоветоваться? Ну, хоть поддержи меня как-то. Дай мне совет. Вот что бы ты сделал на моем месте? Или старший человек кто-то? Восемнадцатилетний пацан. Окей, девятнадцатилетний. Ну, это мать. Беззаветно мы ее любили и любим. Да, это было серьезно. Я не знал ответа. Я не знал. Были, ну, конечно, и в ту и другую сторону мысли. Ну, правда. Кому нужен мой подвиг? С другой стороны. И потом я сказал, я буду молиться и Бог мне даст ответ. Как мне поступить? У нас была традиция в молодежи. На каждое Рождество молодежь покупала в церкви блокнотики такие, которые в карман помещались, маленькие такие, по 14 копеек. И каждый член молодежи оформлял одну страницу. Берет там, там девушки цветочек вырежут, приклеят стих какой-нибудь напишут. Ну, кто-то свои фотографии там, на всякий случай, мало ли. Да. Да. И этот блокнот состоял из таких пожеланий. Каждая страница отдельное пожелание. И у меня вот такая мысль, возьми с собой на работу этот блокнот. Ну, я его в карман положил и на работу пошли на этот спортивный объект. Я помню, был перекур. Ну, там все пацаны курят. А я вот сел вот так к стене, прижался вот так, на корточке сел, облокотился на стену, глаза закрыл. И потом мне мысль приходит, для чего ты взял этот блокнот? Значит, что-то происходит. И я думаю, я сейчас открою страницу и какая страница будет по желанию, это будет ответ от Бога. Ну, я достаю этот блокнот, открываю страницу и на пожелании нашего лидера молодежи, руководителя молодежи, он был гораздо старше нас, Николай Сидорович Москалец. Его пожелание заключается в стихотворении «Я видел, как кузнец кует металл». И этот кусок металла под его кувалдой, он весь раскаленный, красный. И там в стихотворной форме говорится «Я подумал, если бы у этого металла был голос, как бы он вопил от боли». Но цель, кузнец хочет придать металлу ту форму, которую он хочет. Если Бог тебя так бьет, значит, он тебе сейчас придает форму, которую он хочет. Я захлопнул этот блокнот и я понял, что это ответ. Комбат через неделю говорит «Иди сюда». «Ты чего?» Я говорю «Ничего, я не поеду». «Да ты чего, сумасшедший?» Я говорю «Я получил ответ от Бога, я верю, что мама меня дождется». Это был такой самый сложный период за два года. Хотя их было очень много разных. Ну и попросили о маме, я рассказал. Да, полгода еще жила после того, как я вернулся. Через полгода только она умерла. Спасибо за эту кульминацию. Я, конечно, вижу, понимаю, что мама твоя, твой герой. У нас тоже есть или были мамы, которые наши герои. Сейчас вот у этих девочек тоже есть мамы, которые их героини. Благодарим вас мамы за то, чтобы привели девочек всегда с нами. Они участвуют в наеме. Пое время спеть песенку. ПЕСНЯ 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 Хорошо, нам непонятно, как могло случиться, и кажется, то не его удел. Пришла беда. Погиб Андрей Тагинцев, один из самых светлых ядерей. Он с детства пел всем сердцем славы Бога, как радостно и искренне при том вдохновлял и песенным звал словом идти троповой веры за Христом. А в девять лет играл на базе Италии. Он в группе «Время» называлось так. Был всегда пролежен и в ударе во всем, что только славило Христа. И его любила молодость и старость. По-детски был ривен, просто не горд. Служил он верно Богом данным даром. Финальный прозвучал уже аккорд. Обрушилось на нас большое горе, как будто в ясном небе грянул гром. Но в вере мы в большом небесном хоре, хвале Христу, он голос вновь обрек. Клуб лег, как он, в общении и дружбе, но был глубок в словах, не пустозвон. Так оказалось, что Христос нам нужен. Бог взял его. Строение чудесное. Он. Все позади. Андрей на небе, дома, где нет болезни горла, горьких слез. Мы молимся, чтобы выутешил дом и всех детей, любящих Христос. А в церкви нашей, в грудь прославления, возьмёт гитару кто-то из друзей. И будем петь мы до Христа явления, когда придёт за церковью своей. Тогда мы все сольёмся в дружном хоре от скрещенных, вознёсшихся людей. И будет много там, как капель в море. И среди нас наш друг, наш брат Андрей. Большое спасибо. Я попросила, и выкидывайте, кажется, что мы готовы. Если стал вдруг случайно, на душе твоей печально, Подними свой взгляд на небеса. Помни, что Спаситель вечный, тебя любит бесконечно. Для тебя творит он чудеса, ведь для тебя создал он землю, Для тебя создал он небо, для тебя создал он солнце и луну. Для тебя создал он ветер, для тебя создал он всё на свете, Звуки дня и ночи, тишину. Он единый во вселенной, тебя любит неизменно. И когда душа твоя болит, Ты в молитве непременно, расскажи всё откровенно. Он поймёт, утешит и простит. Для тебя создал он землю, для тебя создал он небо, Для тебя создал он солнце и луну. Для тебя создал он ветер, для тебя создал он всё на свете, Звуки дня и ночи, тишину. Ведь для тебя создал он землю, для тебя создал он небо, Для тебя создал он солнце и луну. Для тебя создал ветер, для тебя создал все на свете, звуки дня и ночи тишину, звуки дня и ночи тишину. Я хочу вас позвать, спросить, на такой вопрос задать. Как при всей такой колоссальной загруженности ты находишь время, чтобы писать, чтобы нашло время, чтобы приехать сюда и ответить на просьбу, чтобы прийти, помоги нам, как Македонянину, чтобы провести эти семинары и еще другую книгу набирать, сочинять. Это большое дело. Как тебе удается все? Ты очень организованный человек, сад, дисциплинка. И еще даже находишь время отдыхать с женой. Да. Отдыхаешь в поездках. Ну, тоже, да. Двина часов в самолете и ни в чем себе не отказываете. Не знаю, я давно ничего не успеваю уже и хотелось бы много чего еще сделать. Но организованность, конечно, помогает в какой-то степени. Не знаю. И у меня нет ответа на этот вопрос. Я делаю дела по мере их поступления. Когда есть время и вдохновение, продолжаю писать. Ну, часто бывает бессонница. Посреди ночи просыпаешься, берешь телефон, набираешь текст какой-то. Потом встаешь, идешь на работу. Нормально. А так, чтобы... Ну, есть какие-то фундаментальные вещи, незыблемые вещи. Я должен проповедовать в церкви, я должен быть на собрании в церкви, я должен заниматься всей той рутиной и заниматься ей очень хорошо, которая требует от меня пастерства. А это организовывает. Плюс еще большое подспорье, что на протяжении 25 лет каждый месяц, день в день должна выйти газета. Это дисциплинирует капитально. И это не то, что там два листочка, это 32 полноценные полосы. И это каждый месяц. И вот приходит время, и газета должна выйти. И это не год и не дар, это 25 лет. И это как бы втягивает тебя в такую... Ну, да, ну, есть, но тем не менее, все на мне в основном. Я должен отобрать авторов, отобрать статьи. Они присылают, конечно. У меня есть помощники, которые редактируют тексты, причесывают тексты, но ведь это христианская газета, поэтому очень большое внимание мы уделяем содержанию. Авторов много. Ну, мало ли кому какая идея взбредет в голову, и какой комментарий к Библии или еще что-то. Поэтому все нужно прочитывать. Это километры текста. И это помогает держаться в русле, собираться, организованным быть. Это привычка уже. А вот каждое воскресенье на протяжении, наверное, больше 10 лет никуда не выезжал, потому что у меня не было помощников в церкви, замены. И у меня была масса приглашений, я всем отказывал. Вот в США я был последний раз в 15-м году, то есть 8 лет меня здесь не было. И сейчас только я стал откликаться на приглашение, потому что вот появилась такая возможность. Ну, и мне тоже. Мне тоже, на самом деле. Да, Господь вот так вот повел все, и я очень рад этому. Ну, появилась возможность, по крайней мере, есть уже возможность ездить. А так, конечно, есть вещи, и таких вещей много, которые я решаю по мере поступления этих вещей. Я не могу сказать, что вот они запланированы там или как. Ну, когда я не успеваю, я не успеваю. Дисциплина, которую привили мне родители, папа мой, они помогают. Ну, и немцы научили, они, в общем-то, очень дисциплинированный народ. Я многому научился в Германии. Да, этому порядку, порядочности, вот, пунктуальности немецкой. Всему этому я научился, поэтому я стараюсь. Да. Очень нравится твой рассказал об отце. Да. Он повлиял на тебя. Можешь поделиться? Отец? Ну, достаточно сказать того, что он вышел на пенсию и купил микроавтобус и сам стал возить, и собирать, и возить гуманитарку в Украину. Это, ну, пенсионер. Пенсионер. В один год он сделал 50 рейсов в Украину. В году 52 недели, кто не знает. Это из Германии. А? В Германии. В Германии, сам на микроавтобусе, через Польшу. В Германии. Через Польшу. И я с ним один раз поехал. Я говорю, пап, давай, мне нужно в Москву, давай я доеду до Украины, а там на поезде. И я видел, как его на таможне встречают. Вот это два или три километра очередь, а у него, значит, красный крест, ну, что гуманитарная помощь. И он выходит на левый ряд сразу и пошел всю эту очередь объезжает. И когда шлагбал ему подъезжает, этот сразу поднимает, потому что он, когда бус знает, он говорит, дед приехал. И его так пропускают, просто в течение минуты какой-то там, он все оформляет и проезжает в Украину. Потому что он каждую неделю там, а не все его знают, дед снова приехал. И он, помимо того, что он вез гуманитарку, он вез деньги там большие, большие деньги. Он заботился исключительно о сиротах и вдовах. Он говорит, меня другие не интересуют. Меня интересуют сироты и вдов. Он приезжал в детдом и говорил так, зимний период наступает, у вас уголь есть? Нет. Он деньги достает, уголь закупил, привез. У вас гречка есть? Нет. Крупа есть? Другая. Все закупает в детский дом. И он говорит, если вы дальше хотите, чтобы я вам помогал, главным бухгартером сделайте сестру во Христе, верующую сестру. Я ей могу доверять тогда, что вы не будете воровать. Я ей могу дать деньги. И несколько областей он в Украине обеспечивал всем. Детские дома и вдовам. У кого-то большие семьи остались, и он этих вдов содержал. Вы представляете, у него 20 внуков, и вот он приезжает к нам в гости. Он приезжает, моя дочка еще маленькая была. Ой, Ангелиночка такая большая. А что у тебя за курточка? О, хорошая курточка. У меня в Украине есть девочка, у нее такой размер. Снимай курточку. Он знал, какая сирота в Украине, какой размер курточки носит. И я знаю, что он сюда приезжал, в Сакраменто. Он из Пятидесятнической церкви был. Он приехал один раз, 40 тысяч наличкой привез, долларов. В чемодане. 40 тысяч. И он говорит, я никому, ни одну расписку не дал. Мне люди верят. Но, с другой стороны, я к нему приехал, когда-то чай пьем. Он говорит, сын, в этой квартире нет ни одной купленной вещи. Все быушное, которое мне дали люди. Начиная от ложечки чайной и заканчивая моими носками, которые в шкафу лежат. Я не купил ни одной вещи. Все быушное, подаренное мне людьми. Поэтому, из этих сорока тысяч долларов или пятидесяти, он много раз ездил. Ко мне ни один цент не прилип. Мне никто не скажет, что я где-то куда-то потратил. Здесь нет ни одной вещи новой. Приехали один раз на базар. Едут, он говорит брату, остановись, я пойду, доллары поменяю на гривни. Пошел на базар. Поменял доллары, садится в машину без обуви. Обуви нет, на ногах. А этот брат за рулем говорит, брат, а ты что это? Он говорит, да я увидел человека, у него такие ботинки снял, отдал ему. У тебя какой-то размер? 41, вот на. Я еще найду. В гуманитарке выберу себе какие-нибудь. В бусе есть? Приходит босиком, он отдал. И довезли его до Ганнофера, от Ганнофера до его города 92 километра. И он не купил себе билет на поезд. Ну как бы это ради служения, он же все-таки возвращается со служения. Можете билет на поезд купить хотя бы. Ну, для всех это нормально, но не для него. Он выходит на автобан, и вот так руку держит, остановился, и идет в направлении своего города. Кто-то увидел, остановился, говорит, довезешь меня? Он лишние копейки не потратит, потому что это деньги пожертвовали. Он говорит, это не мои деньги. Ну, еще самое интересное было. Вы в интернет будете это выставлять, да? Ну ладно, все равно расскажу. Теперь он уже в вечности. Не страшно. На одной из таможен его-то пропускают вот так, и какой-то там начальник, он никогда не смотрит, что у него там на таможне происходит. Он в кабинете у себя сидит. И тут он выходит и смотрит на эту процедуру, что этого деда быстро пропускают. Что за дед такой? Он говорит, ну, там вот каждую неделю здесь. Ну-ка иди сюда, дед. Ты что тут ездишь? Он говорит, ну, я и везу помощь детям. А наличка есть? Он говорит, да, есть. Сколько? 50 тысяч. Сколько? 50 тысяч евро. Наличка я справился. Наличка и 50 тысяч евро. Иди сюда, пойдем. Ко мне в кабинет. Давай сюда вот. Конфисковываем. Он говорит, слушай, ты понимаешь, что ты с Богом сейчас шутишь? Это не мои деньги. Это деньги для сирот и вдов. Ты понимаешь? Меня ничего не волнует. Деньги сюда. Он достает пакет 50 тысяч евро, кладет ему на стол. Ну, смотри, давай. Счастливо тебе, ни в чем себе не отказывай. Садится, и поехал. Приезжает в первую точку, где его ждут. Там брат из церкви. Брат Виталий, а ты что такой грустный? Он говорит, ну, представляешь, у меня сейчас 50 тысяч евро забрали. Да? Ну, где-то 55 тысяч долларов по курсу. Евро чуть дороже. А что делать? Он говорит, да что делать? Пойдем молиться. Зашли в комнату, вдвоем помолились. Выходит, подъезжает семерка BMW. Затонированная вся черная. Ну, как это? Бумер называется. Фильм такой был. Выходит такие недоросточки под два метра стриженные. Лоси такие здоровые. Один из них сын этого брата, с которым он только что молился. Ну, ДВРовцы. Выходит такие в черных футболках. Что тут такое? Да ты понимаешь, сынок, вот у брата Виталика 50 тысяч евро забрали. Не знаю. У кого забрали? У тебя? Ну, да. Садись в машину. Зачем? Садись, я тебе говорю. Дед, садись в машину. Вот один остался дома. Эти трое садятся с ним. Отца на переднее сидение. И вот на этом затонированной BMW-семерке они опять же эту всю очередь объезжают. Подъезжают к шлагбауму. Солдат открывает шлагбауму. Чуть ли честь не отдает. Эту машину знают все там. Он, говорит, заезжает на этой BMW, разворачивается на пятачке, подъезжает к этому двухэтажному зданию, где этот начальник тюрьмы сидит. Пойдем, дед. Выходит. Подходит, говорит, с размаха пинком дверь открывает у этого таможенника. Заходит, а тот сидит, вот так встает, говорит, все отдам, пацаны, все отдам. А что ты не сказал, что у тебя такая крыша, дед? Ты что? Ну, сказал бы, да нет. Ребята, нет, ты извинись перед человеком, извинись. Ну так, нельзя делать. Ну ты что? Он достает эти 50 тысяч. Прощение, говорит, проси. Ты что, говорит? Представляете? Вот это мой отец. Эта вера была просто иногда запредельная. Вот так он ездил до самой смерти. Он умер практически на ногах. Ну, то есть, вот он со мной в машине ехал и кряхтит. Сидит, кряхтит и вот так вот, как бы грудь массирует. Я говорю, дед, ты что, кряхтишь старый, что ли, такой? Он говорит, да что-то здесь горит все. Груди. А я говорю, ты зеленый. Зеленый цвет. Лида прям позеленел. Ну и свернулся в Табана сразу к больнице. Подъехала первая попавшаяся больница и ему кардиограмму сняли, инфаркт. Ну, так он умер. Сколько лет? А? Сколько лет? 76. Ну, когда его обследовали, он там пролежал, по-моему, две недели под аппаратами, они его посмотрели, говорят, все органы идеально работают. Если бы не этот инфаркт, он бы сто лет жил. С детства верующий, здоровый образ жизни вел. И, в общем-то, здоровый человек, чтобы мог жить. В немец. А? В немец. Вильгельм, да? А? Вильгельм, да. Ну, в Украине почти трехдневный траур был объявлен после того, как он умер. Как мы без Виталика, как говорит, теперь? Столько людей, которым он помогал. Я сейчас приезжаю иногда в западные области, там ровно, там это. Люди его помнят и любят. Вот. Это для меня пример, конечно. Можно еще спросить, как напрягу его любовь к чтению? К чтению? Ну, это интересно было. Мы очень любили с ним ездить. Он был дальнобойщиком на грузовике. И на каникулах любили мы ездить. И он говорил, если ты хочешь, чтобы я тебя взял в рейс, ты читаешь книгу, а на следующий день я тебя беру в рейс, и ты мне рассказываешь все, что ты прочитал. Поскольку вот такая мотивация была. Мы читали, потом рассказывали ему, и таким образом он развил любую. Как книги вы говорили? То, что было положено по программе школьной. Мы, ну, как бы, одноклассники, даже другие, они не читали. То, что учитель расскажет на уроке, то и знаем. А так-то вот начитывали и смотрели. Он сам любил читать, поэтому вот все, школьную программу, пожалуйста, прочитай. Там гроза Ностровского, там такое, все. Свет, свет в темном царстве, или как там было. Луч света, луч света в темном царстве. А вот к Библии как он ответил? Ну, к Библии он у нас устраивал вечерами конкурсы. Да, он собирал всю семью, и мне на десятилетие подарили настольный хоккей. Я не знаю, где им удалось раздобыть его. И вот наш отец, он с нами играл в настольный хоккей вечером, после рейса долгого. И вот, кто выиграет там на победителя. И потом он устраивал конкурс на знание Библии. Кто больше стихов расскажет. И это очень сильно нас привлекало. Да. Было интересное детство с такими родителями. Ну, наверное, время уже. Сколько времени? Мы тоже чувствуем, что время подходит к концу. Спасибо и за вот такое откровенное сердечное общение и за внимание слушателей. Если у кого-то еще есть вопрос, который вы хотели задать, пожалуйста, чувствуйте себя свободно еще задать вопрос. Что касается меня, мой вопрос. Во-первых, спасибо за то, что ты дружил с такими литераторами, как Вера Сергеевна Кушнир, и мы помним вашу презентацию ее фильма, который ты сделал к 80-летию. С Виктором Йотки Штарды. Ну вот, видите, как возвращается все. Да. и с другими литераторами, которыми полна наша мигрантская история. Спасибо, что ты делаешь, пусть Бог дает тебе и силу такую, как твоему отцу, за исключением последнего инфаркта, Боскресина. Ну, когда придется это пережить или не пережить. Такое дело. Ну, хотим продолжать дальше с тобой сотрудничество с Международной газетой, у вас там авторов много, но помните, что у нас здесь, Сакраменто, тоже очень много авторов, которые не только печатаются вот в этих альманахах, но готовы где-то поделиться и поддержать какую-то тему. Пожалуйста, продолжаем нашу такую творческую дружбу. Спасибо. Присылайте материалы. Я попрошу Павла Дорищенко. Мы начинали, помолились, здесь присутствующие служители молились, и спасибо, что ты с нами. Пожалуйста, помолись в конце. Спасибо вам всем огромное за ваше терпение, что вы так внимательно слушали, длинные рассказы. Спасибо. Очень приятно. Пусть они читают много стихий, усят из христианских сборников. Слава Богу за служение, которое мы совершаем, за то, что вы совершаете это служение замечательной газеты. Благоценно всех помнят сейчас. Бог наш. Благодарим за эту возможность, которая сегодня существовала, встретиться с братом, который, Господи, несет служение в христианской газете. Господи, он рассказал много интересного из-за своей собственной жизни, и за то, как ты, Господь, недалеко находишься от каждого из нас, когда мы, Господи, находимся в затруднении, когда мы взываемся. Да, Господь, слава Тварию. Господи, каждый из присутствующих здесь в своей жизни испытывал подобные моменты, когда, Господи, мы нуждались в ответе, и ты, Господь, посылал ответ. Слава Тебе, Господи, за то, что Ты близок к нам, слава Тебе, Господи, за то, что Ты всемогущий, за то, что, Господи, любишь нас. Благости, Господи, браты, благости, Господи, всех присутствующих в нас, чтобы мы запоминали то, как Ты благословляешь нас, Господи, и свидетельствуй другим, о том, что Ты Бог живой, истинный и святой. Аминь. Аминь. Спасибо. Слава Богу. Теперь мы попросим хозяшка этого замечательного вас. А мы с вами фотографируемся вместе? да, да. Или мы угощения тоже, да, то есть Василия. Спасибо. Спасибо. Давайте сейчас делать фотографии, чтобы вырежать книги. В отношении книг, вы знаете, я вас уверяю, пройдет несколько лет, и это будет раритет, эта книга будет у вас выставлена в доме на самом почетном месте. Вот поверьте, просто моя интуиция. Петр Петрович знает, что у меня есть интуиция, которую мы вместе называем чуйкой. Вот видите, вот покой но я еще должен сказать, что этого солдата его коллеги уже произвели генералы. Он уже генерал. Тебя же уже произвели генералы. Тебя же генеральный... Ну да, генеральское звание. Кто? Кто посмел? Кто посмел? Твой друг, литератор. Друзья, пожалуйста, подойдите здесь один из моих фотографий. Я думаю, мы приятно и открываем. его Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok